Эпизод восемьдесят второй. Зазеркалье. Я зашла в купе и, бросив сумочку на диван, открыла дверь, соединявшую мою половину купе с половиной люка. В Восточном Экспрессе все купе были довольно небольшими, а так как ни меня, ни люка возможность спать на верхней полке в обычном купе не привлекала, то мы решили забронировать купе класса люкс. В общем-то оно ничем особым от других купе не отличалось, только места было больше и у каждого из нас было по дивану кровати. На половине люка царил беспорядок. Посередине купе стоял раскрытый чемодан, на диване были разбросаны вещи, на ковре валялись туалетные принадлежности и туфли, а сам люк задумчиво блуждал взглядом по купе. Вещи разбираешь, спросила я и, освободив себе место на диване, села. Да, то есть нет, никак не могу найти свой блокнот. Какой блокнот? Ну, тот, что я купил на вокзале Виктория в Лондоне. Помнишь, я там еще зарисовки делал? Угу, отозвалась я, рассматривая пурпурную подкладку его бархатного пиджака. Может, мы его в отеле забыли? Может быть, пробормотал люк и снова стал перетряхивать свои вещи. Мне стало немного стыдно. Это ведь именно я собирала наши вещи в Париже и, по всей видимости, в спешке забыла положить его блокнот в чемодан. Но мне не хотелось ему об этом напоминать, поэтому, прижавшись лбом к стеклу, я стала всматриваться в темноту за окном. Сливая в золотистые зигзаги, мимо пролетали вокзальные фонари, а в глубине парижской ночи мелькали огоньки зажженных окон. Я чувствовала, как поезд неумолимо набирал скорость, и вскоре в темном стекле остались ли наши с люком нечеткие отражения. Интересно, подумала я, наблюдая за отражением люка, существуем ли мы с ним в мире зазеркалья. Тем временем он закончил свои безрезультатные поиски и, повернувшись ко мне спиной, уставился куда-то в противоположный угол купе. Немного так постояв, он поднял правую руку и стал возиться с манжеты рубашки. Белая материя, натянувшись на спине, обозначила его широкие плечи. Видимо, в этот момент кудри с алба соскользнули ему на глаза, так как он вдруг резко тряхнул головой, и, закинув ее назад, несколько раз провел рукой по волосам. И все-таки как-то нехорошо, надо бы пойти поискать его блокнот. Может, я его по ошибке в свой чемодан положила, подумала я, и хотела было уже встать, но тут рядом с люком появилась какая-то женщина в сверкающем вечернем платье. Ее золотистые волосы были уложены красивыми волнами, а на голове покачивалось страусовое перо. Она поднялась с дивана пиджак и подала его люку. Застыв у окна, я вперила взгляд в пару. Люк надел протянутый женщиной пиджак, одернул его и, повернувшись в мою сторону, посмотрел в окно. В ту же секунду я поймала взгляд, глядевшего на меня из-за зеркалья темноволосого незнакомца с оболинами бровями.